Кыран как фаворит матча и хозяин поля начал эту встречу на высоких скоростях. Шымкенскому коллективу эта победа была нужна как воздух. Ко всему этому соперником был аутсайдер республиканского турнира. За 20 матчей столичный Байтирек одержал всего одну победу. Как и ожидалось, счет открыли хозяева поля. На 29 минуте после нескольких рикошетов мяч оказался у Мурата Унала, воспитаннику знаменитой футбольной академии Аякса. Оказавшись глазу на глаз, не составило труда расстрелять ворота гостей. Не проходит и 10 минут, как Мурат Унал оформляет дубль. Нападающий одним касанием отправляет мяч в ворота после передачи с правого фланга. Кыран сегодня показывает отличную игру. Наша команда больше владеет мячом и распоряжается своими моментами. Надо посмотреть, что будет во втором тайме. Ведь это футбол и может случиться всякое. Я впервые пришел на игру Кырана и скажу, что эта команда показывает добротный футбол. Было бы классно, если не заняв первое место, Кыран вышел в премьер-лигу. Тогда у нас было бы две команды, играющие в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. После перерыва Кыран продолжил забивать голы. Уже на 47-й минуте шимкенцы довели счет до крупного отличился Жансирек Калдебай. На 79-й минуте Мурат Унал оформил хэт-трик. Еще через 4 минуты Калдебай записывает на свой счет второй гол. Байтирек смог лишь ответить голом престижа. За гостей отличился Мухтар Колымбетов. За три тура до окончания чемпионата Кыран занимает седьмое место в первой лиге. Следующий тур южане проведут 11 октября. Шимкетская команда встретится с Каспием из Актау.